В очередной раз приближается годовщина победы в Великой Отечественной войне. И вновь мы начинаем вспоминать о ветеранах, о героях и их подвигах, об истории великих сражений. Но пройдет 9 мая и, скорее всего, эта информация отойдет на второй план, по крайней мере, еще на год. Согласитесь, есть в этом что-то неправильное. Ведь память об этих людях и этих событиях должна жить каждый день, хотя бы в наших знаниях. Именно поэтому мы решили рассказать о героях, в чью честь были названы улицы Рязани. О зданиях, чьи стены до сих пор помнят те страшные события. О памятниках, которые были воздвигнуты как раз для того, чтобы мы помнили. Проект «Адреса памяти» стартует в преддверии Великого праздника. Но и по его завершении мы продолжим рассказывать о том, что призвано каждый день напоминать нам о страшной войне и Великой Победе. Проходя по Рязанским улицам, наверняка мало кто из нас задумывается над тем, в честь кого они были названы. Есть, конечно, исключения, ведь такие личности, как Ленин и Циолковский, я думаю, худо-бедно известны всем. А вот находясь на улице Зубковой, возникает вопрос. Помнят ли рязанцы, знают ли, кем была эта женщина? Вы знаете, в честь кого была названа эта улица, улица Зубковой? Ну, конечно, летчица что-нибудь была. Да? Герой Великой Отечественной войны Антонин, по-моему, Зубковый. В честь женщины, которая здесь была, по-моему, Антонина Зубкова, да? А кем она была, ты знаешь? Нет. Только вот то, что ее звали Антонина Зубкова и все. По-моему, это герой Советского Союза, как забыла имя, отчество Зубкова. Плетчица она была, правильно? Эта улица в микрорайоне Дашковой Песочни появилась в 1971 году и была названа в честь Антонины Леонтьевны Зубковой, легенды мировой авиации. Родилась она в Кораблинском районе Рязанской области в крестьянской семье. Окончив среднюю школу, Антонина Зубкова поступила на механико-математический факультет Московского университета. Именно оттуда в 1941 году она добровольно ушла в Красную армию. Кстати говоря, ее сокурсницами по мехмату МГУ были еще три будущих летчицы, также ставших героями Советского Союза. Среди них была и уроженка Рязанской области Екатерина Рябова. Все они прошли соответствующее обучение, были штурманами, трое были штурманами в знаменитом 46-м гвардейском таманском полку ночных бомбардировщиков. А вот Антонина Зубкова воевала в 125-м гвардейском полку на самых что ни на есть мужских бомбардировщиках П-2. Ошибаются те, кто считает, что летчица погибла во время войны. Свое звание Герой Советского Союза она получила 18 августа 1945 года за проявленное мужество и отличное выполнение заданий командования. После войны она успешно окончила МГУ, преподавала в военно-воздушной инженерной академии. Погибла Антонина Зубкова в авиакатастрофе в 1950 году. Ну а теперь переместимся в центр города. Недалеко от главного мемориала Победы расположился небольшой проезд. Когда-то он назывался Первым Кирпичным, а в 1965 году его переименовали в проезд Завражного. Трижды отважный Иван Завражный. Так называли сослуживцы знаменитого подполковника. В итоге это полушутливое выражение внесло немало путаницы. Ведь до сих пор многие не знают, что настоящая фамилия героя, который совершил не один десяток боевых вылетов, Завражнов. Родился Иван Завражнов в Рязани в семье рабочего. В 1927 году он окончил Рязанскую военно-авиационную школу летчиков. В 1938 – высшую летно-тактическую школу. Он был участником освободительного похода советских войск в Западную Украину и Западную Белоруссию, а также Советско-финляндской войны. Звание Героя Советского Союза Завражнов получил в августе 43-го года. К тому моменту он совершил более 50 боевых вылетов. И один из них стал для Ивана Завражнова последним. В ходе выполнения боевого задания его самолет был подбит. Смертельно раненый летчик дотянул до линии фронта, а штурману и стрелку приказал катапультироваться. Завражнов все же посадил машину, но выбраться из нее уже не смог. Ровно через месяц после этого, 28 сентября, в газетах был опубликован указ Президиума Верховного Совета о присвоении Ивану Дмитриевичу Завражного звания Героя Советского Союза. Но самого героя тогда уже в живых не было. Улица Коширина невелика. Неспешным шагом ее можно пройти всего за несколько минут. Однако история этого места уходит в далекое прошлое. Так, например, в 18 веке, когда эта улица носила название Конюшиной, именно здесь открылся Первый театр, который, кстати, назывался Оперным домом. Позднее на месте театра образовалась площадь, названная Артиллерийским плацем, поскольку рядом расположились квартиры военного подразделения этого профиля. Теперь же в названии улицы хранится память о нашем знаменитом земляке Алексея Коширине. О подвиге Александра Матросова, который своим телом закрыл амбразуру вражеского дзота, открыв путь к наступлению своим боевым товарищам, знают все. Четверо наших земляков повторили этот подвиг. И одним из них был Алексей Коширин. Он родился в деревне Насурово Рязанского района Рязанской области. На фронт Алексей попал в 1944 году. А в 1945 году, в ходе боя в районе литовского города Скуадас, Коширин закрыл с собой амбразуру. Благодаря подвигу нашего соотечественника, к концу дня бойцы Красной Армии выбили гитлеровцев из Коадаса. А Алексею Коширину было присвоено звание Героя Советского Союза. Посмертно. Улица Фирсова до 1966 года носила название Косимовки. А потом была переименована в честь еще одного Героя Советского Союза, повторившего подвиг Александра Матросова. Случилось это в ходе Советско-японской войны в августе 1945-го. В бою за китайский город Дунин Александр Фирсов, уроженец Рязанской области, израсходовав все боеприпасы, закрыл с собой амбразуру японского дзота. Так, ценой собственной жизни, он способствовал успешным действиям своего подразделения. На тот момент младшему сержанту Фирсову было всего 20 лет. Похоронен он в селе Полтавка Приморского края. В этом же 1945 году младший сержант Александр Фирсов посмертно был удостоен звания Герой Советского Союза. Также он был награжден Орденом Ленина и навечно зачислен в списке личного состава воинской части. В его честь была названа улица не только в нашем городе, но и во Владивостоке, а также поселок Фирсово Приморского края. В названии улицы Типанова увековечена память о еще одном нашем земляке, повторившем подвиг Александра Матросова. Фамилия Типанова хорошо знакома не только рязанцам, но и ленинградцам, ведь погиб пулеметчик Камсур Крот и Саша Типанов в бою именно за их город. Звание Герой Советского Союза присвоено ему в 1944 году посмертно. Его именем названы улицы не только в Рязани, но и в Санкт-Петербурге, Красном Селе и Сасове. В нашей следующей программе мы продолжим путешествие по адресам памяти и вместе с вами узнаем много нового о героях Рязани. Ну а этот первый выпуск подходит к концу. С вами была Ирина Ковалева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!